Не, ну если ты хочешь спросить, то, конечно же, лучше спрашивать. Ты хотя бы меня спроси, а я там уже отвечу. Я люблю отвечать на вопросы. Это местное отделение гинекологии 69-й больницы. А я заведующий этого отделения Эдуард Дуримондович. Вот это моя гордость. Вот это грамота, которую я получил в этом году. Лучший врач на свете Эдуард Дуримондович. Я клялся Гиппократу, я клялся всем. Себе, маме, жене моей и всем. И даже моему ролику. Я раньше записывал ролики по Майнкрафту. Этот ролик у меня на канале вышел примерно полтора года назад. Да, и этот ролик набрал 5 миллионов просмотров. И этот ролик вдохновляет меня двигаться дальше по жизни и спасать людей. Я люблю свою профессию. Я люблю гинекологию. Гинекология это то, что позволяет мне внедряться в самые потайные места человеческого рассудка. Гинекология это все. На этом мои способности не ограничиваются. Я хороший стоматолог. Я хороший ухогорлоносовец. Я также хорошо умею делать прививки. И также очень хорошо люблю вставлять клизмы. Клизмы это мое пристрастие. Это моя страсть. Но конечно же гинекологию я предавать не могу. Гинекология это все. Гинекология это святое. Я люблю делать гинекологию. А пациенты любят, когда я им делаю гинекологию. И мне приятно. И пациентам приятно. Люблю свою работу. Люблю гинекологию. Ты спросишь, зачем я тебе это все показываю и почему ты здесь находишься. Ну ты как бы сначала спроси. Вот спроси. Ну спроси в комментариях, зачем ты здесь находишься. А я потом уже отвечу. Я люблю отвечать на вопросы, но только тогда, когда их спрашиваю. А почему нет? А почему нет? Мне кажется, что всем интересно увидеть, как живут врачи. Что происходит вообще в клиниках. И как живут гинекологи. Гинекологи видят много всяких интересных мест за сутки на своей работе. Поэтому я решил, что всем будет интересно посмотреть на это. В этой клинике 69-го я работаю уже... Здравствуйте. Я работаю уже 10 лет. Я люблю эту клинику. Я здесь вырос. Я здесь родил очень много хороших детей. Ну в смысле я еще и акушером работаю. Я вообще, как вы уже понимаете, мультифункциональный доктор-врач. Вот. Я люблю сериал Доктор Хаус. Вот. Прием гинеколога. Только в мае. Записывайтесь. Скидка огромная. Огромнейшая просто скидка. Людочка! Людочка, дорогая моя! Людочка, здравствуйте! Мне найдется сегодня какая-то работеночка. Мне только нужно будет подняться там в кабинет ухо-горло-ногиста. Здравствуйте, Эдуард Дуримонтович. Дела не очень. Семьи нет. Мужа нет. Ну как бы... Людочка. Всему свое время. Скоро и муж появится, скоро и семья появится. Подождите немножко. Ну как бы... У меня есть дела на сегодня. Эдуард Дуримонтович, здесь вам интернов прислали на обучение. Главврач поручил вам их получать. Они будут учиться и работать у нас тут. Они в 69-м кабинете. Подождите. Людочка. Супать... Доктор Афанасий заболел, он на больничном, вы его заменяете. А с какого гинекологического перепуга я должен заменять доктора Афанасия? Вот эти дебилы интерны, его подчиненные, его подчиненные. А кого фига я здесь? Это приказ главврача. Да этому главврачу я сейчас клизму в рот засуну. Ну типа... А я здесь при чём? Вы знаете то, что я не люблю ни стажёров, ни интернов. Я вообще как бы не люблю коммуницировать с людьми. Я к людям не очень хорошо отношусь. Лечить их люблю, коммуницировать не очень сильно люблю. То есть, подожди. Главврач на меня сейчас сваливает все эти обязанности. Пройдёмте, я вас провожу. Людочка. Мне нужно пойти к главврачу. Мне нужно к главврачу пойти с ним поговорить. В смысле у вас выбора нет. А подожди. А почему вообще кто-то решил, что этих дебильных стажёров, вот этих недоврачей, которые даже не знают, в какое место клизму вставлять? Даже не знают, в какое полупопье укол делать? Почему кто-то решил, что я их должен обучать? У доктора Афанасия это его работа. Он обучает стажёров, он обучает интернов. А подожди, а я здесь при чём? Я сегодня новую рубрику хотел начать. Ну в смысле, вот канал на ютубе хотел там всем показывать, то, что какая у меня жизнь хорошая, гинеколога. О! О! Вот здесь и вот здесь. О! Вот. Я люблю профессию гинеколога. Зачем мне обучать интер... Это приказ главврача, он болеет, вы заменяйте его, как выздоровит. Ну, если это приказ главврача, значит мне бесполезно спорить с главврачом. Я как бы не главврач, я всего лишь заведующий. Ладно, подождите. У меня врач, вот тоже новый врач. Здесь прикиньте, у нас всю больницу заменили новыми врачами. То есть в каждом кабинете есть новый врач. Всех старых уволили, ну кроме меня, потому что я заведующий. Вот. И поставили сюда новых. Поэтому... Подождите, Людочка, подождите. Здравствуйте, вы меня вызывали? Здравствуйте. Новенький! Новенький! В чём беда здесь? В чём беда? В чём проблема? Здравствуйте, пациент. Здравствуйте. Можете его смотреть. А на кой хер вы здесь работаете? Разрешите поинтересоваться. А подеш... Ладно. Пациент. Что болит? Рассказывайте. Что болит? Скажите А. Рот откройте, скажите А. Скажите А. А-а-а-а. А. Угу. А сейчас поверните голову направо, на северо-юг, и скажите Б. Ага. Хорошо. Сейчас поверните голову назад, нагнитесь, и скажите В. Скажите В. Нагнитесь, 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 я сказал Мало-то в Попрыгайте, попрыгайте на одной ноге, попрыгайте Ну это всё понятно, здесь всё понятно Ложитесь, ложитесь на вот это, ложитесь Ложитесь сюда Главное, главное не двигайтесь, главное не двигайтесь Сейчас, сейчас мы всё решим Это распространённая болезнь налечится клизмой Пациент, пациент, не двигайтесь, не двигайтесь, клизма Я один раз ставлю, пшицну и сразу же её вытащу Держите её, врач Надо, надо, пациент, в смысле не надо Вы с кем здесь разговариваете? Я здесь заведующий отделением гинекологии Я здесь всё понимаю Закройте, закройте глаза, закройте глаза Всё, всё, пациент Пациент, можете вставать Не орите, не орите, не орите, приложите ватку Ватку со спиртом приложите, приложите ватку Вставайте, пациент, вставайте Вот после этого вы себя будете чувствовать на все сто процентов Клизма все проблемы в жизни решает Прям все-все-все Доктор, у меня ухо болит А, так у вас ухо болит? Ну, знаете Как гласит народная мудрость Клизма лишнего не бывает Ухо болит, клизма ради профилактики А чё вы мне сразу не сказали, что у него ухо болит? На кой фиг вы здесь, доктор? Он вообще с вами что-то делал? Я не знал А зачем вы меня вызывали? Чтоб я под... Ладно, как я сказал, кризма лишней не бывает Поставьте ему ещё одну кризму Пациент, ложитесь на кушетку Сейчас ещё одна кризма будет Ухо пройдёт просто моментально Ложитесь, ложитесь Ага Дурдом, Людочка Людочка, дурдом у нас происходит в клинике Как только новых этих дебилов сюда наняли Старых врачей, проверенных Восьмидесятилетних Да, они были старые, но они были проверенные Как только их уволили Наняли вот этих всех дебилов Дебилы не работают Дебилы даже не знают, как Не умеют различать, когда ухо болит И когда кризма нужна Ну давайте, Людочка Знакомьте меня с классом Знакомьте меня со всеми этими Интернами, стажёрами Здравствуйте, молодой человек Как вас зовут? Представьтесь Я вас учить сегодня буду Я заменяю доктора Афанасия Он на больничном Не знаю, какая у него там беда Вовочка Вовочка, я Эдуард Дуримондович Приятно познакомиться Заходите, молодой человек В класс, заходите Не трите здесь жопу на пороге Так Молодой человек Потушили сигарету быстро Потушили быстро Выйдите сюда Выйдите сюда, малой человек Быстро с балкона сюда внутрь Молодой человек Спасибо, спасибо большое вам, Людочка Давайте, до свидания Спасибо большое, что привели Удачи вам там Молодые люди Молодые люди Здравствуйте Если кто-то меня ещё не знает Я Эдуард Дуримондович Я являюсь заведующим Гинекологического отделения Ваш преподаватель Ваш доктор Который вас обучал Доктор Афанасий Мой старый хороший друг Здравствуйте, девушка Заходите, опаздываем Да ничего, ничего, Настенька Проходите, садитесь Садитесь, Настенька Доктор Афанасий заболел Так, вот о чём я Я буду вас заменять Я, ядрёшкина матрёшка Не знаю, сколько это продлится Я как бы ненавижу людей Ну, в плане Ненавижу с ними общаться Лечить люблю Кризмы оставать люблю Общаться не люблю Вот Так, что вы проходили С доктором Афанасием На прошлом занятии Три важных органа Ага, хорошо Тогда проверю Проверю вашу память Проверю вашу память Так Настенька Вот, вот Настенька Вы опоздали Вот скажите мне Какой первый Самый главный орган В человеке Доктор Афанасий Вас учил Три важных органа Эдуард Римонович Самый первый важный Это мозг Правильно Настенька Настенька Вы большая молодец Сегодняшний урок Даже можно назвать так Три самых важных органа Которым Думает Человек Первый Настенька Это правда Правда Вы помните материал С прошлого урока Это мозг Вот вы Вот вы человек в маске Молодой человек Скажите мне Пожалуйста Какой второй Самый важный орган В человеке Вот скажите пожалуйста Сердце Правильно Анатолий Правильно Ох там Дождяра конечно Сегодня вообще Не обещали То что тоже будет Правильно Анатолий Второй орган Это сердце Сердцем думать Хреновато На самом деле Но в том плане То что Я помню Как жена мне моя Говорила Жена мне говорила Эдуард Не думай сердцем Думай мозгом Сердцу подвластно Подчиняться эмоциям А эмоции Это противодействие Здравому смыслу Чтобы принимать Правильные решения Всегда нужно думать Головой Сердце Сердце Полно любви А как мы знаем Логика и любовь Это как бы Они вообще не дружат Между собой Поэтому Второй Самый важный Орган в человеке Это мозг Чему-то вас Не тому Доктор Афанасий учит Хорошо Вовочка Вот на примере Вовочки На примере Вовочки Мы сейчас можем Вам всем показать Вовочка Дорогой мой Скажите пожалуйста Третий Какой третий Самый важный Орган в человеке Вот скажите пожалуйста Дорогий В этой планете Существует Существует Много Разных Типов Людей Которые Думают И головой И сердцем И жопой Как допустим Вовочка Как я уже вам сказал Пример Последний тип Самый Плохой Те кто думают Жопой В принципе Они никогда не добиваются Успеха в жизни Они Они никто Они думают Задницей Они принимают Скудные решения И вряд ли Вовочка Вряд ли Подобные Люди Смогут стать Большими Выдающимися Врачами Поэтому Вовочка Вам нужно Менять тип Важных органов На первый Молодой человек Молодой человек За последней партой Подойдите сюда пожалуйста Вы сегодня Самый большой тихоня Это вы курили Вы курили Вы новенький Вы здесь новенький Я вижу Что вы выбиваетесь Из компании Вы сидите За последней партой С вами никто Не общается Я вижу Что у вас Золотые цепи А вы знаете Что золотые цепочки И золотые Часты Нужно снимать Перед тем Как вы заходите В больницу У нас здесь Диспансеризация У нас здесь Все продезинфицировано Продезинфицировано Вот Бактерии Занесете Людей убьете А люди Людям нужно Жить спасать А у вас часы У меня часы Я врач Мне можно А вам умничать Со мной нельзя Михаил Значит Михуил Подойдите Ко мне Михуил Подойдите Я Михаил А это дебилы Вот так Вы отзываетесь О своих коллег По работе Вы знаете То что они Такие же врачи Как и вы Михуил Вы это знаете Скажите пожалуйста Всем нам Скажите Зачем вы пришли Сюда К нам В 69 поликлинику И зачем вы Поступили на факультет Гинекологии Вот скажите Меня сюда батя Устроил Я и работаю А Батя То есть Вам это нафиг Не нужно Вас сюда Батя Запряг Вот вы И ходите На гинекологию Вы знаете Что гинекология Это благородная Профессия Не каждому Она дана Он депутат А Молодые люди Разрешите представиться Это Михуил У него Батя Депутат Если вам нужен Молодой Хороший Друг У которого Есть Баблишка Знакомьтесь С Михуилом Михуил Хороший Золотые цепочки Золотые часы Золотые ремни Михуил С вами нам будет сложно Садитесь Михуил Садитесь Бате привет Предавайте привет Бате А на самом деле Лучше попросите Чтобы он нам денег Больше выделил На больничку Потому что Денег у нас в больничке мало Вот врачи Ходят на больничные А потом Эдуарда Дури Монтовича Заставляют вести уроки С такими придурками Я похож на врача Я похож на гинеколога Да точно не на врача Все На сегодня На сегодня Мы с вами закончили На сегодня Мы с вами стажеры закончили Можем расходиться Настенька Настенька дорогая Вы Вы в этом классе Мартышек Как я вижу Самая умненькая Настечка Вам сегодня пятерка Вы сегодня Просто Отличились Вы молодец Настенька Настенька Вы улочка дебил Думаете жопой А вы Михуил Анатолий Вы тоже молодец А все остальные Почему-то молчали сегодня Ничего Я вас буду спрашивать На следующих уроках На занятиях Все хорошо Учите формы ягодиц Они вам понадобятся В жизни Круглые Сердцевидные Квадратные Треугольные Я сам на самом деле Об этом не знал Походу Доктор Афанасий Вас здесь Много чему интересному Еще раз Закройте дверь Михуил Попробуйте только Только попробуйте Больше вашей маме Сеансы гинекологии Я устраивать не буду Она любит сюда приходить Я уверен Вот-вот Сегодня К большому сожалению Я не успел Начать Сезон Симулятора Врача Потому что Как мы все только что Увидели У меня Неожиданно Появилось Много Всех Планов Здравствуйте Я не успел Даже посидеть В своем кабинете Заведующего Ну ладно Половина денька Уже прошло Моя грамота Я очень сильно горжусь Этой грамотой Лучший врач на свете У меня еще много Работы впереди А у тебя еще много Серий Которые нужно посмотреть Много женщин Которые записываются На прием к гинекологу Много жизней Которые нужно Спасти Добро пожаловать В мир врачей Гинекологов И хирургов Я уверяю тебя То что он тебе Понравится А гинекология Это святое Жрите витамины Не хворайте Мамам своим Привет Передавайте Если у вас остались Какие-то вопросы Задавайте Спрашивайте Я люблю вопросы И тем более Люблю на них отвечать Всем огромного Гиппократа За просмотр Всем удачи И всем Поменьше поноса И побольше Хорошего настроения Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому